Вы знаете, что сегодняшняя наша тема посвящена роману Герберта Уэллса «Неугасимый огонь». И этот роман относится к пяти книгам Уэллса, где он говорит о Боге. Уэллс обычно известен нам совсем другими книгами. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», всемирно известные его романы, которые людей удивляли, шокировали в чем-то. Ну и Уэллс, как и Жюль Верн, являются такими предвозвестниками фантастики мировой, с которых фантастика как жанр и началась. Но если Жюль Верн действительно был сосредоточен на технологическом элементе, то главным вопросом Герберта Уэллса был и оставался вопрос о Боге. Как у подлинно великого автора у него горел этот огонь религиозного мистицизма, религиозного восприятия, и ему это было крайне важно. Из этих пяти романов Уэллса о Боге в советское время, в 12-томнике Уэллса, который я в свое время прочел, есть всего лишь один роман, но замечательный, чудотворец. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь его прочитает, то я думаю удивиться сюжету и удивиться тому, как этот роман похож на современный фильм с Джимом Кэрри, который называется «Брюс всемогущий». Очень похожие сюжеты и очень красивые. А неугасимый огонь к этому роману Уэллс шел много лет. Началось все в какой-то мере еще в детстве. А потом вопрос был особо остро поставлен после того, как пришла Первая мировая война. Первая мировая война поставила перед тогдашними европейцами вопрос о жизни. Не есть ли жизнь бессмысленный хаос? Этот вопрос встал и перед Уэллсом. Но Уэллс был из тех редких людей, кто задумывался о Боге с юности, с самых-самых ранних лет. Его мама, которую звали Сара Уэллс, была девушкой крайне религиозной. Она исповедовала англиканство, то есть была христианкой англиканского обряда. И, как пишут исследователи, ее вера была доверчивой и жизнерадостной. А до тех пор, пока не умерла ее дочь, сестра Уэллса, малышка Фрэнсис. И это было, конечно, большим ударом для мамы, юной молодой девушки. И Уэллс говорил, что до того, как произошла эта трагедия, она верила, что Отец Небесный и Спаситель лично, порой с помощью подвернувшихся под руку ангела, заботятся о ней. Это цитата из Уэллса. Но после смерти дочери она стала мрачной и тоскливой. И все ее последующие попытки сделать сына благочестивым, скажем так, в смысле воскресной школы, приводили к обратному результату. Уэллс пронзительно говорил об этом следующее, я процитирую. «Мое сердце она не сумела затронуть, потому что и сама лишилась прежней благодати». Вот такие вот печальные грустные слова. Что же до отца Уэллса, его звали Джозеф, то он был христианином по традиции, то есть интересовался религией просто по факту рождения в Англии. Ну, как, собственно, многие люди на земле, да, вот в какой стране родятся, вот там как бы и интересуются. То есть, по сути, Джозеф не интересовался ею вообще. Но получилось, что несмотря на все проповеди мамы, мальчик смотрел на то, что мама не радуется. И с детства усвоил, что Бог связан с наказаниями, с ужасами и с адскими муками. Почему? Потому что его мама стала так это воспринимать, потому что его мама не могла объяснить, почему же умерла маленькая девочка. И ей было так больно, плохо, и Уэллс воспринял эту боль, но воспринял и этот вопрос. Потому что у Бога все, даже плохое, оборачивается к удивительно хорошему. И тот вопрос, на который не могла ответить мама Уэллса, на него ответит уже Бог Уэллсу именно этим романом «Негасимый огонь». Получилось, что Уэллс стал воспринимать Бога как того, кого нужно бояться. Исследователи пишут такое, я вам процитирую. Этого Бога он боялся и ненавидел, как злобного старого шпиона. Уэллс писал, что когда ему было 12 лет, а в этом возрасте дети обычно перестают бояться темноты, он перестал бояться и Бога, хотя верил в его существование. Мама не знала, как объяснить догматическую сторону религии, и представления ребенка о Боге были крайне расплывчатыми. Уэллс писал, уже будучи зрелым человеком, о тех годах следующие. «Порой я обнаруживал, что молюсь некому Богу вообще. Он оставался для меня Богом, рассеянным в пространстве и времени, но все же мог откликнуться или волшебным образом изменить порядок вещей». Но однажды, уже будучи студентом, на экзамене по бухгалтерии мальчик попросил Бога помочь сдать этот экзамен и все равно получил плохую отметку. Это его очень ранило. Он не стал атеистом, потому что был человеком достаточно умным и понимал, как писал да еще Фома, и даже Аристотель Мудрец писал, что у всего должна быть причина. И он понимал, что есть Бог, Уэллс не стал, повторюсь, атеистом, но молитва без ответа в тот день наложилась на детские комплексы и боль его мамы, которая передалась ему. Боль о Боге, которого мама подсознательно стала воспринимать как тирана. И так же стала воспринимать и Уэллс, ожидая от Бога в дальнейшем именно мучений и огорчений. Кто-то скажет об этом, какой глупый. Но дело в том, что почти все люди Земли, не только католики, не только протестанты, не только агностики, но даже и все православные, за исключением только единиц, на самом деле не доверяют Богу, подсознательно ожидая от Него неприятностей. Если бы этого не было, то Фейсбук и Контакт не были бы заполнены такими истериками во время любой малейшей проблемы. Что бы ни случилось, какая бы мелочь ни случилась в мире, у людей истерика. Почему? Потому что на самом деле причина этого кроется только в глубочайшем, колоссальном недоверии Творцу. И это на самом деле проблема не только верующих. Это проблема всего человечества и началась она в момент их рихопадения. Потому что грехопадение, как пишут величайшие богословы 20 века, грехопадение заключалось не в том, что люди нарушили запрет и взяли яблоко, а в том, что они утратили надежду на Бога, доверие ему. Они поверили врагу рода людского и Бога, прежде родного, ощутили как авторитет, который что-то им запрещает. По этому поводу судительные слова у Алексея Хомякова. Смотрите, что он пишет. Нет, говорит он, церковь не авторитет, не авторитет Бог, не авторитет Христос, потому что авторитет это что-то внешнее и неродное для нас. Не авторитет, говорю я, а истина. В то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его. В этом и был смысл грехопадения. Они родного и близкого ощутили как внешнего и незаслуживающего доверия. Бог предложил им тотчас броситься на эту стену недоверия. Помните, он спросил Адама, где ты, Адам? Это был вопрос в самую суть сердца. Что с тобой произошло? Где ты? Вернись. Но люди не решились тогда броситься на стену, не решились ее разбить. И началась история в том виде, в котором мы ее знаем теперь. Когда от самого прекрасного, самого великого, самого необыкновенного все человечество, за заключением единиц, ждет неприятностей. Вот в чем главная проблема людей. В этом была и проблема Оилса. Только он смог ее в какой-то мере для себя поставить. И я не открою секрета, хотя почти никто не думает об этом, что такой образ бога-тирана усваивается детьми с детства. Благодаря тому явлению, о чем датский философ Киркегор говорил следующее. Цитирую. Я подвергался в детстве христианскому воспитанию. Правильнее будет сказать, безумному воспитанию. Я думаю, те, кто пострадали от таких вещей, понимают, о чем идет речь. А замечательный современный психолог Елена Александровна Шевченко, специализирующаяся на всевозможных травматических состояниях психики у людей, говорит следующее. Тоже цитата. Опра Уинфри росла среди слух и рабов, и она была свободна уже в четыре года. А мы воспитываем детей в православной вере, и мы из них делаем рабов. Он закончил университет, он приехал в город Саутси, там было множество проповедников, всевозможных деноминаций, конфессий. Он ходил слушать их всех. Вопрос о Боге был для него решающим всю жизнь, хотя и писал он о марсианах. Но он думал о Боге. И он видел, что все проповедники ругают друг друга, что все проповедники друг друга не любят. И особенно тяжело ему было у тогдашних католиков, которые так вдохновенно рассказывали об адских муках, что юный писатель с горечью замечал, они перепутали Бога с врагом рода людского. Пришло время Уэлсу работать. Он поступал в известную школу Байета преподавателем. И устав школы требовал, чтобы все учителя принадлежали к англиканской религии и церкви. Уэлс отказывался. Он парировал тем, что не определился в вере. Но педагоги ответили на это, что он должен просто пройти обряд конфирмации, а вопросы веры на обряде затрагиваться не будут. Можно представить себе, как ищущего истину молодого человека, а как на него подействовали эти холодные, полные лицемерия слова. Уэлс прошел конфирмацию, воспринимая это потом всю жизнь, как сделку с совестью, как страшное унижение. Ему пришлось солгать, чтобы получить место, хотя он заранее предупредил пастора, что будет врать. Его мучил вопрос о соотнесении Бога и страдания добрых людей. Десятилетиями своей жизни он искал ответ. Он выдвигал более или менее еретические гипотезы, пытаясь осмыслить все это сам, но он никогда не уходил от этого важнейшего вопроса о том, нужны ли мы Богу. Здесь, конечно, многие спросят, но почему же он не пошел в храм и не спросил? Почему? Неужели он не мог обратиться к опыту церкви? Чтобы понять Уэлса, исходя не из нашего опыта людей, чаще всего уходящих в храм, но и с точки зрения Уэлса, я приведу вам следующую цитату из сказочника Клайва Льюиса и его знаменитой сказки «Письма Баламута». В этой сказке некий старший демон дает младшему демону советы, как искушать человека. В числе прочего он пишет следующее. Один из великих наших союзников в это время – сама церковь. Пойми меня правильно. Я говорю не о той самой церкви, которую мы, искусители, видим, объемлющей пространство и время, укорененной в вечности, грозной, как полки со знаменами. Это зрелище, признаюсь, способно устрашить самых смелых искусителей. Но, к счастью, та церковь невидима для людей. Твой подопечный видит лишь недостроенное здание в псевдо-готическом стиле на неприбранном строительном участке. Войдя же внутрь, он увидит местного лавочника с елейным выражением лица, а тот предложит ему лоснящуюся маленькую книжку, где записано содержание службы, которое никто толком не понимает, и еще другую книжку в потертом переплете, содержащую искаженные тексты, песнопений, большинство своих плохих и напечатанных мелким шрифтом. А когда он сядет на свое место и оглядится, он увидит как раз тех соседей, которых он избегал. Вот так пишет старший демон младшему демону в этой сказке «Письма Баламута». И это то, что видел Оиллс. Это взгляд человека, смотрящего на церковь. Чаще всего этот взгляд именно таков, и человеку нужно найти святого духа, чтобы увидеть иначе. И все же Оиллс уверен, что Бог что-то скажет, что Бог откроет ему эту тайну, почему добрые люди терпят боль, почему умерла его маленькая сестра, которая уж точно ни в чем не могла была виновата, не могла просто успеть ни в чем провиниться. Оиллс думает и думает об этом. И вот смотрите, что он пишет уже в 1902 году, в своей интересной статье про зрение. Можно признать или что Вселенная едина и сохраняет порядок в силу какого-то особого присущего ей качества, или же можно считать Вселенную случайным агрегатом, не связанным никаким внутренним единством. Но вся наука и большинство современных религий исходят из первой предпосылки о разумности Вселенной, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, признавать эту предпосылку и значит верить в Бога. Вера в Бога означает оправдание всего бытия. И здесь Оиллс поступает как Иов. Он не знает, почему ему больно. Он не знает, почему умерла маленькая сестра. Он не знает, почему его мама потеряла благодать. Почему все это произошло. Почему началась Первая мировая война, которую так тяжело переживали все англичане. И тем не менее, он верит каким-то особенным образом особого человека, доброго человека, что Бог ответит, что Бог не может не ответить на такое его вопрошание. Оиллс ищет. И Бог действительно отвечает ему. Отвечает так, как и прилично ответит писателю. Отвечает книгой, вдохновив Оиллса на совершенно необычный роман, о котором мы сегодня и говорим. Неугасимый огонь. Так называется это короткое произведение. Настоящий писатель, как вы понимаете, имеет свойство вникать в суть. Эта книга написана так, что в ней в самых важных местах мы сквозь строки Оиллса начинаем слышать Бога. Действие книги разворачивается во время Первой мировой войны. Великой войны, как зовут ее англичане. Живущий в Европе еврей Иов Хас. Главное действующее лицо. Человек благополучный и мирный. Человек 20 века. Он владеет частной школой. Он понимает свое учительство, как служение Всевышнему Творцу. И пока он живет и трудится на земле, неожиданно на небе, к небесному дворцу Бога, приходит извечный враг. Как всегда, чтобы опорочить людей. И Бог отвечает врагу, что самые высокие люди Земли все так же умеют доверять и трудиться, даже если они не сразу понимают, почему приходит боль. И Бог говорит, что 5000 лет назад вопрос о причине страданий добрых задавал только Иов. А теперь, как говорит Господь в романе Уэллса, а теперь в Иово превратилось все человечество. Все люди спрашивают об этом. И враг снова продолжает свою речь и напоминает, говорит о новом Иове, новом благочестивом человеке, Иове Хасе, который живет в Европе в этом самом 20 веке и который старается быть верным небу. Вопрос тот же самый. Может ли тот, утратив благополучие на время, утратить любовь к Богу? То есть можно ли любить Бога, если ты не знаешь о том, придет ли точно счастливый конец? Можно ли его любить просто потому, что он есть? Вопрос, можно сказать, ключевой для религиозного вообще восприятия, потому что это вопрос любви. Вопрос колоссально важный. И у Иово Хаса начинаются испытания. Хас, конечно, ничего не знает о том, что произошло на небесах. Просто вдруг неожиданно начинается Первая мировая война. Его детей забирают на фронт. После первой же битвы он получает известие о похоронах сына, о том, что сын погиб на фронте. Его финансовое положение неожиданно пошатнулось. И он как будто бы теряет все. Кроме этого он еще и заболевает. Ему диагностируют рак. А тогда, после этого, к нему приходят его крайне благочестивые друзья. И требуют, чтобы он отдал школу им. Отдал управление им. Потому что он больше не может быть директором, как умирающий человек. Причем, друзья Иова, Хаса, это не какие-то безбожники, не какие-то нахалы. Это всеми уважаемые христиане, которые искренне считают, что если человек не может приносить больше пользу, то он больше не нужен ни людям, ни Богу. И поэтому, если его подсидеть, отстранить, убрать, то в этом не будет греха. Смешно, но очень трудно найти христиан, которые бы думали иначе. К тому же, у друзей Иова есть железное оправдание. У них благочестивая цель и крайне благочестивая христианская лексика, о которой с такой неприязнью, с таким отвращением сказано в Библии, в книге Иова. Чтобы вы оценили эту лексику, не берясь даже за книгу Иова, если кто ее не читал, я думаю, ее не все читали, то я приведу вам такой разговор, который недавно слышал в храме от двух прихожанок на службу. Одна прихожанка, представьте себе, говорит другой. Слова такие. Говорит, знаешь же, у меня вчера кошка пятерых котят привела, я их всех потопила. Бог дал, Бог забрал. Вот такая лексика. То же самое, кстати, говорил и Адам, да, когда он пал, он обвинил жену. Жена, которую ты дал мне, она дала мне от этого дерева, и я ел. И подобные вещи говорят друзья Иову и в Библии, и в романе Оэллса. Хасс отвечает друзьям следующее. Цитирую. Покончить с моей работой, с этой школой, это будет значить покончить со мной. Я не понимаю, почему бы мне не сказать вам откровенно все, джентльмены, в какой ситуации я нахожусь. Я не понимаю, почему бы вам в этот раз не поговорить, почему бы в этот раз не поговорить вам с собственным языком. Боли смерти сейчас, наши собеседники. Это редкая, жестокая, кровавая ситуация. Через час или около того женщины, может быть, обмоют мое тело, и я умолкну навсегда. Я скрывал мою религию, но зачем мне скрывать ее теперь? В ваших глазах я всегда старался выглядеть человеком практичным, но втайне я всегда оставался фанатиком. И школа была тем алтарем, на котором я посвящал себя Господу. Я действовал там и глупо, и немощно, теперь я это знаю. Я бывал и ленив, и опрометчив, и в этом была моя слабость, но я сделал все, что мог. В меру моих сил и знаний я служил Богу. А теперь, в этот часть тьмы, где этот Бог, которому я служил? Почему он не встанет здесь и не отведет этот последний удар, который вы хотите нанести работе, посвященной ему, мной? Услышав это, мистер Дед с ужасом посмотрел на мистера Фара, но мистер Хас продолжал, словно беседуя сам с собой. Ночью я заглянул в свое сердце. Я хотел найти там главные мотивы и тайные грехи. Я подверг себя суду, чтобы узнать, почему Бог прячется от меня теперь, и я не нашел там ни причины, ни оправдания. И в горечи моего сердца я испытал искушение поддаться вам и сказать вам, чтобы вы забрали мою школу и делали с ней все, что хотите. Близость смерти делает знакомые вещи и переживания хрупкими и нереальными. А намного более реальной для меня стала тьма, нависшая надо мной, как напасть иногда нависает над миром в полдень. А на день и ночь издевается надо мной и непрерывно требует, чтобы я похулил Бога и умер. Так почему же я не возвожу хулу до Господа и не умираю? Почему я цепляюсь за свою работу в школе, когда Бог, которому я посвятил ее, молчит? Полагаю, только потому, что я надеюсь на какой-то знак утешения, потому что я пока еще не повержен. Поразительные слова. Конечно, друзья считают, что он несет какую-то чушь, они начинают внушать ему, что ты безумец, Бога спрашивать нельзя, невозможно. Он судья, он знает, что делает. Да, вот как когда-то и маленькому Уэллсу говорили, твоя сестренка умерла, но Бог знает, почему умерла. Да, и все в таком духе. И Иову страшно больно все это слышать. Его очень больно. И тем не менее, Иов в романе, и Иов в Библии, и Уэллс, который все это пишет, он верит, что Бог даст ответ всем, кто имеет мужество поставить ему вопрос о мире, о жизни, о страдании и почему все это произошло. Причем ответ Бога может прийти через что угодно. Он может прийти даже через робота. Недавно мы с Лариулью разговаривали с Алисой, это такой голосовой помощник в Яндексе. И мы спросили Алису, перестанет ли такой-то наш знакомый хоть когда-нибудь унывать. И Алиса, робот, да, программа ответила нам, когда-нибудь, но не в этой жизни. Мы были потрясены, потому что всякий, кто знает того человека, о котором мы спросили просто в шутку, согласится с ответом робота. Хотя, конечно, робот не знает, о ком мы спрашивали, и совершенно не знает людскую психологию. Но возникает вопрос, почему ответ не приходит сразу? Почему Уэллс десятилетия ждал? Почему Иов ждал несколько лет? Почему мы не всегда получаем ответ? Почему мы страдаем сейчас, но потом получаем? Потому что мы должны вырасти к новому ответу, к новому пониманию и к новой радости. Райнер Мария Рильке, удивительный немецкий и австрийский поэт, пишет об этом так. Ваши вопросы, как комнаты, запертые на ключ, или книги, написанные на совсем незнакомом вам языке. Не отыскивайте сейчас ответов, которые вам не могут быть даны, потому что эти ответы не могут стать сейчас вашей жизнью. Живите сейчас вопросами. Быть может, вы тогда понемногу, сами того не замечая, в какой-нибудь очень дальний день доживете до ответа. То же самое говорил и Хемингуэй устами своего старика из романа «Старик и море». Этот старик в свое время сказал, «А когда счастье придет, я буду к нему готов». Вот почему Бог отвечает не сразу. Но Он отвечает. Ответ приходит. Я помню, как в свое время, будучи безвестным студентом университета, я влюбился в одну девушку. Она несколько месяцев морочила мне голову. Я страдал, мучился и написал письмо старцу Кириллу Павлову, в троице Сергиеву Лавру. В письме я рассказал, кто я, и просил его молиться, чтобы эта девушка вышла за меня замуж. И в тот же день, когда старец Кирилл прочитал мое письмо, девушка вдруг неожиданно сказала, что у нее есть другое, что она влюблена в этого другого и не собирается тратить время на какого-то непонятного, никчемного человека. Было очень больно. Но спустя какое-то время я увидел, что эта девушка ни в чем не могла бы быть со мной вместе. Ведь ее счастье заключалось в той мещанской надежности, от которой меня всегда тошнило. Ей было нужно твердо знать, что в конце месяца ее муж принесет ей зарплату, что летом он на пять или на шесть дней отвезет ее на море, может быть еще на своем запорожце, да? И она никогда, никогда не захотела бы идти со мной к горам. Ведь важнейшее, что должна сделать жена по отношению к настоящему поэту, она должна понимать, кто он такой. Но девушка отказала. Низко месяцев я мучился, переживал, но, как всегда в таких случаях, спустя некоторое время успокоился. Хотя тогда, когда переживал и мучился, считал, что ни с кем другим мое счастье, конечно же, невозможно. Но в те дни я и представить себе не мог, что Бог на самом деле мне готовит. Ведь для той девушки я был всего лишь студент. Всего лишь студент, работающий на какой-то мелкой подработке. Ведь это одно дело, когда девушка встречает Данте в славе в столице. А другое дело, когда девушка встречает того же Данте, когда он изнан из Флоренции. Когда он идет без средств, без денег, в дорожном плаще. Здесь, чтобы его узнать, нужна эльфийская мудрость. Нужна чуткость великих эльфов, чтобы понять, кто он такой. С этой девушкой мы долго не виделись, а спустя сколько-то лет она позвонила моей маме. Обо мне она ничего не знала. Но оказалось, что она с мужем теперь торгует елками на базаре. Она, совершенно повторюсь, ничего не знала о моей жизни, о том, как все у меня сложилось, но она хотела нанять сторожа для своих елок на ночь. И, наверное, по ее мнению, такой дурачок, как я, и с работой бы справился, и денег бы много не запросил. Моя мама выслушала ее предложение, чтобы я стал сторожем для ее елок, и, улыбнувшись, ответила, «К сожалению, мой сын не может сейчас принять ваше замечательное предложение, так как именно сейчас он выступает с чтением своих лекций в Европе». Такова мудрость Бога. Бог не только расставил все по местам, не только всем все показал, он превратил в эту ситуацию со своим поэтом в притчу, чтобы вдохновлять ею. И в последующие времена. Но тогда, когда мне нравилась эта девушка, когда я страшно мучился от влюбленности, а потом просто от одиночества, я ничего не знал о том, что моей супругой будет королева эльфов. Но Бог знал. И когда я впервые приехал к старцу Дионисию Коломбокосу в Грецию, он тоже это знал. Он знал, какую радость мне готовит Бог. Но он сказал только в общем, не назвав ни имени, ни человека, ничего, только в общем. Почему? Почему он не раскрыл подробности, если он точно знал, кто будет моей женой? А он это знал. Потому что Бог не хочет лишать нас радости, труда и надежды. Потому что Бог отвечает нам на вопрос, почему я сейчас страдаю, тем счастьем, которое он нам готовит за это. Но вернемся к книге Уэллса. Иов Хас, этот европейский еврей, который попал в трудную ситуацию, требует у Бога отчета о своей боли. Потому что он хочет видеть, что в мире все существует правильно. Он обвиняет Бога для того, чтобы восхититься Богом. Он зовет Бога на суд, не для того, чтобы его обвинить, а для того, чтобы Бог перед ним оправдался. Иов требует отчета у Бога, потому что он хочет видеть, что все на земле, как нужно. А рядом с ним стоят его вот эти самые благочестивые друзья. Они держат в руках катехизисы и несут крайне благочестивую чушь. Они говорят все в таком духе, как вы все тоже слышали. Если бы ты не был грешник, ты бы не страдал. Бог терпел и нам велел. Здесь помучаешься, зато на небе счастлив будешь. Грехи отмолишь, пострадав. И даже Бог суровый судья. Он творит, что хочет. Кто может спрашивать у него отчета? Ты ничтожная козявка, ты лужа. Как человек может спрашивать у Бога, почему происходит то или иное? И все в таком духе. И все точно так же. Иова тошнит от этой чуши. Библия замечает, что и Бога от такого благочестия тоже тошнит. Друзья Иова говорят о Боге, как о всемирном полицейском, во всемирном полицейском участке. А Иов говорит, что любит Бога, но сейчас не может его понять. Иов знает, что он сделал для Бога все. Он много терпел. Он невиновен. И он хочет, чтобы сам Бог раскрыл ему, что сейчас происходит. Иов не желает слышать своих друзей, которые говорят о Боге-тиране, о Боге, который ведет себя, как какой-то самодор. Иов хочет Бога, которому можно уважать, которому человек нужен. И Бог в ответ на такое вопрошение человека отвечает ему, как он ответил Оилсу, как он ответил Иову пять тысяч лет назад. Он отвечает. Иов в романе попадает на небеса. Он попадает на небеса, к тому самому дворцу, где живет Бог. Но вход Иову в романе Оилса, в этот дворец Божий, вход преграждает враг рода людского. И пытается заслонить от Иова сияние Господне. Это невозможно. И враг это хорошо понимает, и тогда старается запутать человека мыслями, делая это точно так же, как это делали на земле благочестивые друзья. Теми же самыми словами. А именно, пытаясь отобрать у Иова Хаса знание о достоинстве человека. То есть он его унижает. Вы знаете, с первого века существования церкви молитва Отче наш, когда читалось, то христиане никогда не становились на колени. Потому что перед родителями дети на коленях не стоят. Но враг рода людского старается поставить Иова Хаса на колени, говоря ему, что никто не смеет задавать Богу вопросы. Кто ты такой, ничтожество лужа, червяк, прах? Как ты можешь спрашивать великого Творца, который все знает, которому все ведомо? Кто ты такой, чтобы спрашивать у него ответа и отчета? И вот Иов кричит Богу, дай мне знание, а враг ему отвечает, а что у тебя в качестве сосуда, чтобы держать в нем знание, если мы тебе его дадим? Именем Господа, который в моем сердце, сказал Иов, я требую знания и силы. А кто ты такой, продолжил враг, педагог, дающий плохо подготовленные уроки в душных классах и мечтающий учить своих юных джельтменов играть в чехарду среди звезд? Я человек, ответил Иов. Тебя зовут Хас. Однако, эта странная сила, позволявшая ему говорить, продолжилась, и Иов отвечал с абсолютной уверенностью. Я человек. Там внизу, на земле я был Хасом, но здесь я человек. Я это каждый человек, который когда-либо посмотрел вверх, в сторону Света Господня. Я это каждый, кто думает, работает или проявляет добрую волю ради человечества. Я это все исследователи и учителя, которые когда-либо были у людей. Спор выдохся. Он выдержал свою точку зрения, как такие позиции обычно удерживаются. Дискуссия сползла к другой теме из тех, которые его волновали. Ты хотел измерить глубины знания, ты хотел узнать масштаб высот пространства. Ни тому, ни другому нет предела. Тогда я буду измерять их вечно. Я одолею тебя. Ты никогда меня не уничтожишь. Я пробью себе путь к Богу, сквозь тебя. Ты его не достигнешь. Такой диалог. Для формалистов, конечно, это несомненная вещь. Человек не может спрашивать у Бога ответа. Но Иов знает Бога не так, как его знают формалисты. Иов знает Бога так, как видели Бога Адам и Ева до грехопадения. Не начальником мира, не чиновником всемирной канцелярии. Да, как говорил, по-моему, Эрих Фром, что Бог для нас стал таким вот генеральным директором фирмы Вселенной Инкорпорейтед. Нет. Иов знает, что Бог любовь, а любовь не может допустить зла любимому. И он ждет ответа, почему ему было больно. Что произошло? А враг выставляет Бога министром мира, которому можно подать заявление и прошение в форме молитвы. И прошение будет рассмотрено, если на то найдется время. Враг искушает Иова унижением, точно так же, как его искушают этим на земле друзья. Ничтожный человек не может спрашивать законодателя мира. А люди ничтожны. Пусть полагаются на себя, пусть едят любые яблоки с любых деревьев, пусть грабят банки, лишь бы поудобнее устроиться. Полагаться в мире не на кого. От вселенского начальника может быть страх, могут быть команды, приказы, но чувство нужности разве может быть от него? Таково искушение. Но Иов каким-то особым слухом созвучия истини знает, что Бог дал людям достоинство сына и короля, дочери и королевы. А сын может спрашивать родителя, потому что сын любим. И Иов отвергает древнее искушение человечества. Враг бежит, а Бог ему отвечает. И Бог, уже сам Бог, говорит следующее. Так жизнь идет всегда и не может идти другим образом. Никаким другим образом не может идти такое бытие, как жизнь. Но как ты мог бороться, если бы ты знал, что победа предрешена? Зачем бороться, если конец заранее известен? Как ты бы мог подняться, если бы не было бездн, в который ты мог бы упасть? Столетиями Голос Иова звучит жалобой и века еще будет звучать. Сквозь века пламя его веры пылает и колеблется и угрожает вырваться наружу. Но оправдан ли Иов в своих жалобах? На самом ли деле Иов в своих жалобах прав? Ты увидел весь мир, отражающим страдания. Он сосредоточился на болезни, жестокости и смерти. Но существует ли зло, жестокость или страдание, которое было бы вне возможности человеческого контроля? Если бы это было так, он Иов на самом деле мог бы жаловаться, что Господь насмеялся над ним. Но разве закаты безобразны? Разве мерзкие горы, а дальние холмы отталкивают? Разве есть какие-то изъяны в звездном небе? Если жизни животных и людей темны и неприглядны, то их тела несравненно прекрасны. Ты усмехнулся, потому что из красоты клеток и тканей получился идиот. Почему же, о человек, из них сложился идиот? Разве у тебя нет воли? Разве ты не понимаешь, что это ты допустил существование зла? Темнота и неприглядность, зло и жестокость, не более чем вызов к человеку со стороны мира. В тебе заключена сила, способная разобраться с этими вопросами. Ты слишком сосредоточился на боли. Боль – это приходящая неприятность. Она окончится и забудется. Вне памяти и страха боль – ничто, противоречие. Боль властвует над малодушными людьми. Настоящий человек обладает силой управлять ею, в силах человека управлять всеми вещами. Иов сказал, «Облако снова накатилось на мою душу. Я прошел через великую тьму, я прошел через глубокие воды». И Бог сказал, «И твоя жизнь никогда не смеялась? А свежесть летнего утра никогда тебя не радовала? Разве тебе ничего неизвестно об объятиях влюбленных, щека к щеке? Разве ты никогда не выплывал в залитое солнцем море, не удивлялся склоном гор? Разве нет радости в рукоплесканиях? Твой сын, ты сказал, умер с честью. Разве в этой чести нет доли радости? Чист и прям был твой сын и прекрасен в своей жизни. И неужели тебе не за что поблагодарить Бога? Разве ты никогда не играл со счастливыми детьми? Разве ни один мальчик не отвечал на твои уроки, отдавая большее, чем ты ему дал? Отважишься ли ты отрицать радость от собственного аппетита? Первый кусок горячего рост бифа в морозный день, глубокий глоток доброго чая? Разве ты не знаешь радости, хорошо сделанной работы, или сладкого сна, или тяжкого труда, или тебе неизвестна радость фермера над спаханным полем, когда оно всходит остриями всходов, когда огромные корабли рассекают волны? Не исполняется ли твое сердце снова надежды? Можешь ли ты наблюдать движение машин и испытывать отчаяние? Твоя болезнь окрасила весь мир, небольшой период неудач спрятал свет от твоих глаз. «О Боже!» вскричал Иов. «Ответь мне! Враг извел меня своими насмешками. Ответь мне, прежде чем я потеряю тебя из виду, имею ли я право бороться? Имею ли я право явиться с моей маленькой земли сюда превыше звезд? Имеешь, если отважишься. Могу ли я завоевывать и покорять? Обещай мне. Ты можешь вечно находить новые миры. Могу, но должен ли? Это было так, словно поток расплавных мыслей прекратился. Все остановилось. «Ответь мне!» восстыкнул Иов. Сияющие мысли двинулись снова. «Пока выдержит твое мужество, ты будешь завоевывать. Если ты имеешь мужество, хотя ночь будет темной, хотя теперешняя битва жестока и кровава, однако победа будет за тобой. А как ты поймешь, когда придет победа?» Конечно, этот ответ ошеломляет. Но это ответ не далекого властителя мира, не начальника вселенной. А это ответ того, кто повел нас в королевские величия и славу по трудной дороге для того, чтобы вся вселенная согласилась, что счастье будет нами заслужено. И тогда весь мир откроется божьей сказкой. Но, и так хочет автор, Золушка не может в середине сказки узнать о том, как ее коронуют в конце. И чтоб утешить всех золушек и всех гадких утят, великий сказочник произнесет невероятную вещь. Он размещает в своей сказке множество историй, встреч, обстоятельств и мыслей и книг, чтобы мы увидели, что доверие пути доброты никогда не бывает напрасным, что наше счастье зависит от нашего доброго дела. Для всех ищущих настоящести Христос говорит, что когда в ответ на наш пояс и на наш труд он нас встретит, то радости вашей никто не отнимет у вас. А вопрошание Бога к человеку может быть таким большим, как у Иова, как у Уэлса, таким огромным, что Бог ответит через этого человека всем гадким утятам и всем золушкам этого мира, всем, кому больно и всем, кто хочет знать, могут ли они надеяться, а скажет Бог следующее «Победа будет за тобой, а как ты будешь знать, когда придет победа?» Дорогие, то, что хотел вам рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok